Центробанк приостановил деятельность компании Кэшбери, а выплаты клиентам пока не производятся. Деятельность организации проверяет полиция. Ей предстоит выяснить, финансовая пирамида это или все-таки сберегательный фонд. Стоит ли надеяться на кэш, выясняла Кристина Соснина. Кто-то сомневается, кто-то все ждет, кто-то улыбается, а кто-то уйдет. Но наша планета растет ночью и днем, и называем мы это денежным дождем! Обещание дохода до 600% от вкладов и всегда красивая жизнь на показ. Тысячи людей поверили в сказку, среди них мог быть и Артур. Мужчине почти год навязчиво предлагали легкие деньги. Сразу посыпались сообщения, давай заходи, классно вкладывай деньги, заработаешь много. Я как бы подумал, посмотрел в интернете, почитал, понял, что финансовая пирамида нет. Ну это как бы не для меня. Знакомый звонил постоянно, говорит, давай, 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 все классно, мы заработаем бабла очень много. Смутили обещания о заоблачных процентах и контролирующие органы. Внимание на деятельность Кэшбери обратил Центробанк, Генпрокуратура, затем и МВД. На сегодняшний день Банк России не обнаружил в деятельности группы компаний Кэшбери явно экономической деятельности. Пока что все это выглядит как простой сбор денег у населения. Этот сбор приостановили, пока временно прекратились и выплаты вкладчикам. Со слов соседей, Кэшбери по офисам они находились в этих двух кабинетах. И еще три дня назад здесь было очень много людей, но уже сегодня двери закрыты и никого нет. На фоне заявлений Центробанка странно выглядит позиция компании. Кэшбери сообщила, что просто уходит на трехнедельные каникулы. Ввод и вывод средств, создание новых депозитов, начисление по уже созданным депозитам, реферальные бонусы, перевод внутренних денег в это время будут отменены. Это вынужденные, временные меры, которые мы вынуждены применить для восстановления нашей финансовой инфраструктуры. Но получится ли восстановить? Ведь организация держалась на плаву лишь только за счет новых вкладчиков и их средств. Такая компания может полноценно работать только за счет активного распространения. Первые же скандалы, они налагают серьезные ограничения на эти возможности. Поэтому, естественно, что уже появившаяся информация, она серьезно их ограничит в объемах привлечения финансовых средств. И как следствие, они не смогут оплачивать текущие обязательства. Каким образом привлекать в дальнейшем, очень проблематично. Как они говорят, инноваций там, по большому счету, нет. Очень мало вероятно, конечно, что можно будет получить полноценные средства. Тем более, если опишут, снимут налоги, то есть базовых ресурсов там хватит лишь для немногих. Понять, на каком этапе пирамиды находились именно вы, практически невозможно. Выходит, что вклад в очередную финансовую кампанию, как игра в русскую рулетку, выиграть в которую для многих лишь счастливая случайность. Уже был такой случай, это известно все, это уже у нас в крови. Тем более, русский человек всегда хочет легкой наживы, быстрее сложить деньги и быстренько заработать.